Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили. И сегодня мы с вами продолжаем играть в Sims 4 Паранормальное. И я прочитал комментарии под предыдущими двумя сериями, и многие у меня спрашивали, Серёжа, посмотри, пожалуйста, а не стареют ли персонажи, когда они отдают частичку души? Давайте мы с вами сейчас, наверное, найдём призрака, который должен обитать у нас где-нибудь здесь. А также мне написали, что навык ясновидения пятиуровневый. Я почему-то думал, что он десятиуровневый, но мы с вами сегодня на это также посмотрим. Давайте мы нажмём на «Общаться с покойными». Посмотрим. Кстати говоря, в прошлой серии нас осыпали специальной какой-то пыльцой магической, которая действует четыре часа, а потом это сияние у нас исчезнет. Также в прошлой серии мы с вами вызывали Скирихильду успешно. Она очень классная. Если вдруг вы не смотрели предыдущую серию, то обязательно посмотрите. Вам безумно понравится. Скирихильда вообще топ. Вот. Так, у нас буквально чуть-чуть остаётся до повышения навыка ясновидения до четвёртого уровня. Сейчас посмотрим, какие ещё функции у нас откроются. Что мы сможем ещё сделать с помощью нашей Марии потрясающей. Буквально вот-вот-вот достигнут четвёртый уровень навыка ясновидения. Марии теперь может проводить жуткий ритуал за столом для спиритического сеанса. Можно пошалить. Ага. Можем пошалить. Ну, давайте попробуем пошалить. Свет везде мигает. И, надеюсь, сейчас какой-нибудь призрак у нас всё-таки в доме объявится. Какой-нибудь хотя бы маленький. Хотя бы какой-нибудь. Пожалуйста. Мерцающий свет был лишь для проверки. В следующий раз вас предупрежу сильно заранее. Окей. Так, смотрим. У нас есть жуткий ритуал. Что это за жуткий ритуал такой? Стул также у нас подлетает. И она начинает, собственно, проводить какой-то жуткий ритуал. Что этот жуткий ритуал делает? Во-первых, покиньте своё бренное тело. Это абсолютно безопасно. Что? Мы сейчас станем призраком? Подождите. Мы сейчас, по идее, должны стать призраком? На некоторое время, что ли? Жуткий ритуал. Сейчас посмотрим. Так, 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 так. Вау! Мы стали призраком! Охренеть! Жуткий ритуал. Мы превратились в призрака. Боже, это офигенно. Мы теперь можем завладеть... У нас теперь открываются все функции призрака, которые есть у обычных призраков. Мы теперь можем быть полноценным призраком. Блин, это круто. Это классно. Это замечательно. Но призрака Гуадри мы до сих пор как-то не дождались. И, скорее всего, нам надо будет просто устроиться на работу. Но давайте мы, наверное, сейчас полностью повысим навык ясновидения до пятого. Тут буквально совсем немножко у нас остаётся. Давайте попробуем провести ещё... Давайте призовём Скиллихильду. Она мне безумно понравилась. Она очень классная. Я не знаю, понравилась она вам или нет. Пишите в комментариях. Но мне Скиллихильда капец как понравилась. Блин, у нас тут есть грязная еда, чтобы она у нас её убрала. Так, во-первых, мы в первую очередь призываем Скиллихильду. Во-вторых, призываем духов. И проверяем, стареет ли персонаж, когда отдаёт частичку своей души. Так, призрак Гидри, наконец-то мы с вами дождались призрака Гидри. Здравствуйте, меня зовут Гидри. Похоже, вам не помешает моя помощь. К счастью, я эксперт во всём, что касается домов с привидениями. И не бойтесь, я хороший призрак. Ох, Сул-Сул, думаю, что мы поладим. Гидри, ты где? Гидри? Гидри, я жду тебя. О, а нет, это мы. А, Гидри тоже к нам присоединился, смотрите. О, и Скиллихильда появился. У нас тут вообще компашка, мы призрак. Гидри призрак, и Скиллихильда призрак. Давайте попробуем посмотреть. У нас есть новое меню Гидри. Кто вы? Дайте совет, как здесь жить. Как вы здесь оказались? Как научиться меньше бояться? Почему здесь обитают духи? Что это за жуткие объекты? Что за профессия такая паранормальной сыщик? Я могу сделать этот дом не таким жутким. Другие варианты, а тут у нас, получается, мы должны быть не такими уставшими. Понятно. Давайте спросим у него про профессию паранормальный сыщик. И уже, наконец-таки, начнем работать. И искатели неизвестного, я тоже в свое время выбрал эту профессию. Меня всегда интересовали вещи, которые происходят только ночью. Существуют даже такие организации, которые нанимают сертифицированных паранормальных сыщиков. Если вы продемонстрируете мне свои навыки ясновидения, возможно, я помогу с лицензией. Так, ну-ка, Гидри. Дайте совет. Почему нет не то? Другие варианты, другие варианты. А как нам нужно продемонстрировать? Узнать... Так, общаться спокойными. Групповой сеанс. Провести церемонию с... Провести церемонию с Гидри. Давайте проведем церемонию с Гидри. Может быть, это так должно работать? Наверное. Ну-ка, Гидри. Давай. Сейчас заодно мы повысим навык ясновидения. И, собственно, я думаю, удивим Гидри. И я надеюсь, что он даст нам лицензию. Кстати говоря, у нас тут есть мудлет, ритуал завершен. Мари чувствует, что ее нематериальная сущность отправляется в загробную жизнь. А вопрос, это сколько-то действует? Да, два часа действует. Но потом мы станем обратно человеком. Так, у нас начинает мерцать свет. А вот как раз-таки и маленькие привидения уже начинают появляться. И думаю, что на первом этаже... Нет, на первом этаже никого нет. Но на втором есть один маленький призрак. И мы сейчас завершим ритуал. И пойдем проверим. Правда ли, что в момент, когда мы отдаем частичку души, пытаться выйти на связь. Давайте мы попробуем выйти на связь. Правда ли, что во время того, как мы отдаем частичку души, персонаж стареет? Потому что я это вчера вроде как заметил. И ребята, на видео тоже вы заметили, что наша Мари, у нее было примерно вот столько заполнено возраст. Хотя она у нас только созданный персонаж, только молодая. И такого быть не должно. Вот. А она у нас была уже практически на полпути к взрослению. Церемония проведена успешно. Завеса между мирами стала толще. Отлично. Так, пойдем выйдем на связь. А также попробуем, наверное, дать ему частичку души. И вообще, сможем ли мы дать частичку души? Мы же призрак. Оу, дискомфорт. А, нам нужно эти... Нам нужно потребности вернуть. А, потому что у нас заканчивается влияние... Эээ... Того, что мы призрак. Так. Да, мы пока не можем отдать частичку души, потому что мы призрак. Так, сейчас у нас мудлец пойдет. Мы превратимся в человека. Шесть минут буквально, и мы станем обратно человеком. А будет какая-то анимация или нет? А, нет, мы просто стали человеком и все. Так, давайте пытаться предложить душу. Давайте смотреть. У Марии... Нет, нисколько... Нискоречки по взрослению. Давайте отдадим кусочек души. И посмотрим, правда ли... Да! Она стареет. Смотрите. Она стареет. А если мы, допустим, выпьем душу, которую нам оставил призрак, помолодеем ли мы обратно? То есть, избавляясь от души, наш персонаж начинает стареть, у него плохие мудлеты и так далее. Нам к нашему пиршеству тут присоединилась с Келихильда. Давай выпей душу. Метафизический напиток. Давай. Выпивай и посмотрим, какой навык нам добавят. Мы в прошлый раз выпили навык робототехники. Точнее, физический напиток какого-то человека, где был прокачан навык робототехники. Давайте попробуем. Давай, 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 давай. Навык актерского мастерства. Аж до второго уровня нам его вкачали. Ничего себе. Так мы теперь еще и чуть-чуть актриса. Неплохо, неплохо. Так, давайте мы, наверное, с вами сейчас все-таки попробуем устроиться на работу, начать карьеру. И дадут ли нам, ну, есть ли в пункте фриланс, есть ли, собственно, сама карьера. Так, у нас вот там как бы еще мудлет новый вылез. Давайте сейчас посмотрим. Профессии, карьеры и неполный рабочий день. Нет, не здесь. Детектив. Наверное, нам нужно найти здесь пункт фрилансер. Наверное, да, фрилансер. И выбрать... А, бюро призрачных расследований. Чтобы вступить в это агентство, необходимо иметь лицензию паранормального сыщика. Поговорите с Гидри, чтобы узнать подробности. Ищите его на жилом участке. Ага. Так, Гидри, теперь нам нужна твоя призрачная задница. Иди сюда. Где это тут? Ой, смотрите, у нас вот этот... Слизь осталась. Мы можем вытереть слизь. От духа. От призрака слизь осталась на полу. Прикольно, прикольно. А где Гидри? Гидри, алло. Мы хотим устроиться на работу. Гидри, дай нам карьеру, пожалуйста. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Учиться входить в роль Гидри. Кто вы? Дайте совет. Бла-бла-бла. Не то. Так. Мне кажется, пришлось продать душу. Мне кажется... Так, мне очень страшно. Хотите что-нибудь выпить? Быть уставшим. А, нужно быть уставшим. Мне кажется, пришлось продать душу. Ну-ка, давайте скажем ему про душу. А как мы должны удивить Гидри? Вопрос. Дружелюбные действия. Может, где-то здесь это находится. Так. Предложить авантюру. Жаловаться на облачную погоду. Так, не то. Давайте еще раз спросим. Что вы сделали? Во-первых, как? Во-вторых, зачем? Вообще-то, я хочу узнать все подробности. Давайте оставим все как есть. К счастью, я могу вам помочь. Попробуйте впитать вот это. Таким образом, вы восполните то, что потеряли. И, возможно, слегка притупите ощущение сожаления. А что он нам дал? Скорее всего, наверное... Да, вот. Он нам дал кусочек души. Сказали неизвестного. Я тоже в свое время был бла-бла-бла. Если вы продемонстрируете мне свои навыки ясновидения, возможно, я помогу с лицензией. А как тебе продемонстрировать навык ясновидения? Это вопрос. Что я должен сделать? Общаться с покойными? Я не знаю. А как это сделать? Вопрос. Нам нужно буквально совсем чуть-чуть для того, чтобы поднять навык до пятого. Я думаю, возможно, после того, как мы поднимем навык полностью, Гидри сможет выдать нам лицензию. Потому что я не понимаю, почему он не выдает ее. Все, нам буквально чуть-чуть остается до пятого уровня ясновидения. Вопрос их пять или десять. Вот сейчас мы все узнаем. Пять их или десять. Нам чуть-чуть. Боже мой. О, смотрите. К нам пришел Владислаус. Неплохо. А что ты орешь? Пытаться выйти на связь. Давайте попытаемся выйти на связь вот с этим злым призраком. Попытаемся. И если что, вернемся обратно. И, собственно, проведем... Нет. Групповой сеанс. Провести церемонию с Гидри. Вот. Так, ему не понравилось? А, нет, ему понравилось, наверное. У него еще зелененькие появились. Он стал не просто злым. Он стал злым с чуть-чуть зелененькими этими... Пузырьками. Поэтому пойдем попробуем провести ритуал с Гидри. Возможно, мы таким образом продемонстрируем ему свои способности. И он выдаст нам лицензию. Потому что нам буквально остается до пятого уровня совсем чуть-чуть. Совсем немножко. Ну, Гидри, давай удивись. И мы, собственно... И мы, собственно, получим лицензию. Давай. Все, да, мы вкачали максимум уровень навыка ясновидения. Достигнут пятый уровень навыка ясновидения. Мари ясновидица высшего класса. Мари теперь может провести более сложные спиритические сеансы. И тратить на них меньше энергии. Повышен шанс успешного общения с духами. Мари также может чертить круг для спиритического сеанса в любой точке мира. Огонь. Мари теперь может получить лицензию паранормального сыщика. Узнаете подробности у Гидри. Поздравляем. Отлично. Да, нужен пятый уровень. Поэтому давайте Гидри. И я хочу стать паранормальным сыщиком. Все, мы сейчас получим лицензию паранормального сыщика. И уже в следующей серии мы начнем с вами работать паранормальным сыщиком. И будет вообще очень-очень-очень круто. Хочется уже поскорее посмотреть на эту профессию паранормального сыщика. Давайте, завершайте сеанс. Завершайте сеанс. Ну ладно, я не буду прерывать их церемонию. А то вдруг еще как-нибудь нам аукнется. Непонятно. Так. Церемония проведена успешно. Завеса между мирами стала толще. Отлично. Так, пойдем у Гидри попросим, собственно, лицензию. Так, поздравляем. Вы только посмотрите. Вы прямо-таки искритесь духовной силой. Я знал, что у вас есть что-то особенное. Поэтому я уже подготовил лицензию паранормального сыщика с вашим именем. Но что скажете? Готовы сделать следующий шаг? Еще как. Конечно, еще как. Мария получила лицензию паранормального сыщика и теперь может выполнять заказы для паранормального сыщиков. Отлично. Так, что касаемо работы, давайте выберем отрасль. Выберем отрасль паранормального сыщика. Вот бюро призрачных расследований. Отлично. Все. У нас теперь есть работа паранормального сыщика. Мы познакомились с Гидрикс. У Гидри кокетливое настроение, знаете ли. Вот. Поэтому на этой потрясающей ноте я буду заканчивать данную серию. Если вам понравилась серия, не забудьте поставить палец вверх. Также подписаться на канал, дабы не пропускать следующие эпизоды. И также, разумеется, самые свежие новости из мира The Sims на канале Хубагюли. Всех безумно люблю. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok